Башкирский спорт Этим летом там проходили международные детские игры Хотелось бы, конечно, играть в хорошем зале, где есть зрительные места То есть у нас, видите, здесь зал, то есть балкон И люди вынуждены стоять тут в пределах где-то, наверное, 50 мест сидячих мы ставим обычно А там, ну, цивилизованный, хороший очень зал Я думаю, что это, ну, толчок к развитию гандбола даст Поможет уфимскому клубу не только новая арена, но и новички команды Угунту Вензем усилился шестью игроками В их числе Дмитрий Макаров Пока спортсмен занимается в форме своего партнера по команде Предыдущий сезон Дмитрий провел в турецкой суперлиге Некоторые матчи, да, после Бешикташем очень Болельщиков много приходило, поэтому очень интересный был Ну, они как-то своеобразная страна И плюс люди такие своеобразные Они очень импульсивные Очень громко там болеют, переживают Уфимские болельщики поддерживают команду не хуже турецких Небольшая, но активная группа фанатов всегда с клубом По ним скучал Роман Сураев Прошлый сезон вратарь провел за московский «Спартак» А до этого он защищал ворот уфимцев В отличие от многих спортсменов, Роман свой отпуск провел в России Домой ездил в отпуск в Краснодар Потом из Краснодара в Волгограде был Отдыхал тоже до девушки ездил И, в принципе, из Волгограда уже сюда приехал Во время отпуска игроки продолжали тренировки Хорошая игра – залог полных трибун При этом речи о конкуренции гандбола с хоккеем или футболом быть не может Я сомневаюсь, что она существует, эта конкуренция Потому что здесь основной фактор – это, скажем так, денежный вопрос То есть, сравнивая с зарплатой, даже их сравнивать нельзя Потому что зарплата гандболистов где-то на уровне, наверное, средних зарплат по Башкирии, скажем так А в футболе всем известно, что там зарплаты, которые очень высокие Поэтому конкурировать мы с ними можем только, ну, может, в зрелищности Хотя в Европе это из игровых видов спорта, я думаю, спорт номер два после футбола Но в России он почему-то незаслуженно как бы принижается Но мы привыкли, что гандбол не так популярен уже в 80-е Ну, так, нормально В прошлом розыгрыше чемпионата страны уфимцы заняли последнее место В новом сезоне руководство команды поставило цель – попасть в восьмерку сильнейших команд России В конце июля уфимская команда отправится на пресс-сезонный турнир в Саратов Чемпионат России для Угунту в НЗМ начнется дома 3 сентября матчем против московского «Спартака» Андрей Шарыгин, Анастасия Никишина, Городской телеканал ЮТВ